всем привет народ с вами фил гор и что это за херня только что было мы с вами продолжаем проходите дельта рун вторую часть так и продолжаем с нашего городка перед замком и я не думал что я так резко начну ладно поехали в общем да я думаю мы сегодня посмотрим с вами весь этот наш городок и я продолжаю ходить медленно меня это напрягает я забываю что надо нажимать x у нас есть вот такой вот мануал который мы в прошлый раз проигнорили прочитать оглавление конечно если вы будете щадить или усмирять достаточного врагов одного типа то они могут быть наняты или рекруитированы нанятые нанятые люди появляются в городе интересно что будет если мы соберем их всех это все больше и больше превращается в покемонов и не знаю почему мне все игры превращаются покемонов я люблю покемонов а мы можем проверить статус определенной области на сохранении статус рекруитированных наших ребят и так кроме босс они туда не включены я понимаю да это просто мануал который нам рассказывает основы у меня есть кнопка c у меня меня триста пятьдесят семь дарк долларов я хорошее наследство ставил себе с предыдущего раза так я помню что это меню было дико сложным я не понимал его так давайте посмотрим с самого начала освежим так сказать нашу память и так мы ничего не можем использовать о ключевой предмет телефон давайте попробуем позвонить привет гаси и так опять этот мусорный звук и не называй его голос мусорным он старается как может значит тяжело звонить из в какие-либо миры будучи раздробленным на кучу частей и я так полагаю я не помню из какой-то теории вам за возможно я это выдумал сам но и если даже я это выдумал сам это тоже верная теория и у нас осталось хренича предметов давайте мы его сами изучим чтобы не тратить на это время так амундирование у нас есть деревянный клинок застежка джевила айсбрейс это что-то типа с кубиком игральным кубиком и застежка джевила все-таки прогресс игры сохраняется то есть она учитывает то что я сражался же джевила и она мне дает довольно она мне дает что-то что лучше чем эмбер карт именно атаку защиту и магию она дает крису да застежка джевила дает крису 2 магии хотя по моему он не умеет пользоваться магией и так сюзи нее есть ее любимый топор есть эмбер карта и так это меню сил мы можем узнать что у сюзи и криса есть целых два вида кишок но при этом у релсе нету кишок совсем потому что у нее есть пушистость две части ладно хорошо закрыли я все знаю я ваш вечный и замечательный проводитель из дельта руна вский язык и так давайте зайдем добро пожаловать путники я забыл как тебя зовут но привет я давно давайте не ставить с ним поговорим и теперь мы здесь в новом мире и это сразу после того как ты одолел этого клоуна невероятно что это такое выглядит как что-то что он мог бы дать тебе все верно и похоже даже этого не заметил этот кристалл хуже что он невидимый но ты и носил его все это время подойди сюда дай мне руку чтобы я мог рассмотреть его невероятно похоже что это теневые кристаллы не вы кристаллы называются так потому что только они могут увидеть их тень называя это предчувствием но похоже что ты сможешь найти еще парочку таких если ты продолжишь побеждать сильных врагов таких как он если ты сможешь найти таким образом больше кристаллов приноси их сюда ко мне я с радостью сошью их вместе во что-нибудь невероятное не торопись вряд ли ты сможешь потратить это время более лучшим образом блин он шикарен я обожаю его я не помню как тебе зовут по моему его как-то чешили как-то так я не помню я честно не помню тебя чувак ну блин почему не пишется имя с кем я разговариваю это не честно так я могу тебя что-нибудь купить dark бургер или dark candy я думаю куплю парочку dark бургеров потому что как мы помним у меня ничего нет и да я потрачу все свои деньги на дарк бургеры и возможно на одну dark candy да я думаю 100 долларов не хватит 100 dark долларов погоди у тебя есть спуки сорт блин но он дает две атаки крису а крис у меня как бы не атакует потому что я добрый малый я прохожу игру честным путем и и честный путь достаточно более информативный чем слог и так что я могу ему продать из привет у меня только тарбургер и так это будет совсем невыгодная сделка я думаю это я пока оставлю но если что я могу это дело продать андро карта а я я пока что карманные предметы я не знаю возможно это как раз те самые теневые кристаллы о которых он которых он говорил возможно я просто смогу их продавать ему или типа того и так буква я тебя помню буква я просто блок окей лады так пойдемте зайдем в партии party dojo то самое party dojo которые так активно обсуждали в комментариях потому что это похоже на джоу джоу но это не джоу джоу это джоу и мы первым делом зайдем сюда потому что всем поговорим это типа клуб это клуб с унылая музыка почему сюда не ставили какую качевую музыку план давайте попробуем сюда что-нибудь вставить вот это качево и так похоже это кровать на трех людей или на или на одну персону но с тремя головами о это твоя кровать это твой дом наш дом это дадзё делает меня готовым к сражению мы можем просто взять и уснуть нет потому что здесь играет качевая музыка и мы пойдем к на ресепшн я мастер битв спрашивайте меня о битвах ау ау это опять да это опять обучение а мне надо двигаться медленно чтобы как бы касаться своим хитбоксом вот этих вот этих вот пуль я думаю мы с этим да я думаю мы с этим хорошо окей а ты что у нас эй эй босс босс я так рад видеть тебя босс а я даже мог проронить слезу но я этого не буду делать я на работе я поплачу дома один а нет со своей семьи со своей со своими детьми босс и ты силен но я все это время учился следующий шаг после туториалов это тренировка и так я и да бои подготовили для тебя это дадзё вместе чтобы завершить наши battle challenges придется побороться за некоторые замечательные призы тем временем я стал немного сильнее и я подготовлю тебя чтобы ты стал тоже сильнее босс конечно же чалендж сохранение джо на жизнь наверно на черный день они типа того итак джо босс ты можешь взаимодействовать и щадить врагов на следующий ход если ты знал крис взаимодействие криса стопроцентно щадит и на следующем ходу попробуй сделать так чтобы сюзили эролцы и пощадили врага итак джиксон джо начинает двигаться а так экт джиксон джо побрить а ну давайте побрим и мы можем сразу его пощадить а погодите я я нажал атаку нет 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 а как же а у стер вот она и уйдет защита он так мило укутывается своим шарфиком я не могу хотя он у нас белый но почему то он остался красным Итак, мы побрели Джигсо Джо. Отлично. О, ты улыбаешься, тебе понравилось. И Сюзи может его пощадить. Босс, вы щадите меня. Пока, Джигсо Джо. Привет, Джигсо Джо. Погодите секунду, я забыл вам кое-что сказать. Босс, это работает только тогда, когда противник вымотан, а используется взаимодействие так, чтобы противник устал. А после используйте Релсэя, чтобы пощадить его. Почему ты мне все это рассказываешь? Почему мне это говорит не Релсэй? Ты не видел, как мы сражаемся? Да, чувак, я понимаю, что эти штуки, эти пазлы сделаны для того, чтобы обучать нас, потому что это их работа, как они сами говорят. Но тем не менее, это выглядит странно. Неужели ты, старый извращенец, наблюдал за мной все это время? Итак. Джигсо Джо выглядит так, как будто ему надо рассказать историю перед сном. Мы можем это сделать? Да. Слип историю. И... Спэр. Отлично. Итак. Тюзи рассказывает врагу историю на ночь о том, как она его бьет. И, похоже, враг выглядит уставшим. Оу. Оу. Я не могу его пощадить, потому что он не желтый. А почему? Я ведь только что использовал. Оу. Оу. Блин, они переводятся одинаково. То есть, pacify и вот то, что было раньше, которое желтое, оно переводится одинаково. Да-да-да-да-да, я понял, я понял. Спэр и pacify. Они примерно одно и то же, но это две разные опции. Я не знаю, как переводить их. Ладно. Спэр, щетить. Пасифай, усмирять. Давайте так. Но все равно это сильно похоже, ладно. Ладно, так. Чиксо Джо, слеп истории. И... Мэджик. Пасифай. Так, отлично, мы побили его во сне и... Теперь ты уставший? Все, и теперь я могу тебя пощадить. Да, это будет... Да, это будет намного быстрее, если мы будем их не бить, а щадить. Какая замечательная битва. Как я и обещал, вот твоя награда. Он дает тебе сохранение на жизнь Джо. Цена в один доллар. Эй! Эй, на черный день оставлять надо подушку чуть больше. Итак, ну, мы не закончили челлендж, поэтому мы сейчас... 100 долларов мне не помешает. Так, а челлендж? О, Джиксоури! О, во, 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 во! В, во, 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 во! В, во, во, во! В, во, во! Как я понимаю, мы и должны сейчас делать вот так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Эй! А я когда-нибудь атаковать буду? Дай мне атаку, Джиксоури! Это не честно. А. Да? Эээ. Джиксор. Джиксори. Он настолько мил, что не хочет, чтобы я на него нападал. А? А, как я обещал, вот твоя награда. Сто долларов. Ну, немного поуклоняться ради ста долларов, я думаю, это нормально. Ладно. И последний челлендж. Мне надо сражаться с боссом? За сэндвич? Итак, Кловер появляется на сцене. Кловер. Я попробую его усмирить. Оглавление надолго. Давайте попробуем одно оглавление надолго. Итак, у меня есть 10... Чего-то. Секунд, наверное. Что он... Выбрать, что ему нравится. Измены, пазлы. Хаос. А, по пазлы. Все верно? Неплохо. Ну, так нормально. Думаешь, он знает нас? Ты ничего не знаешь, идиот. Извини, пожалуйста, на нас. Ха-ха-ха. Я мастер уклонения. Понимаете? Я мастер уклонения. В этом дочу. Кловер разоряется в тройной страшной улыбке. Итак, я думаю, мы не можем использовать топик не так часто. Хотя какая разница, я думаю. Так, он пока что не горит, Джон. С чего он любит? Не день рождения, Сент-Пеппер Бэддэй. Конечно же, он любит свой день рождения. Так, мы все знаем о тебе. Уи. Ну, да, это обучающий босс. Это обучающий босс. Он не будет нас атаковать. Кловер начинает ругаться самим с собой. Оу. Нас... А, понятно. Пощада еще копится. Ну, мы продолжаем. Ему нравится мусор, проблемы или дыра. Эээ, дыра? Извини, что с этой дыра тебе нравится? Это выглядит как минимум странно и как максимум пошло. Рад видеть тебя снова. В этот раз ты умрешь. Пожалуйста, не обращай на них внимания. Я могу вообще не уклониться. Ну, продолжай. Пистолеты, мусор и пазлы. Пазлы, конечно. жалко ему не прописали больше диалогов я бы хотел еще послушать что они думают это весело и что-то очистки зубов мы можем его почти пока пока клавер тройная пощада для трех разных голов но хватило и одного криса ладно давай мне сюда мой бутерброд и я наконец-то пошел кстати говоря я забыл об этом упомянуть сохранение теперь появилось некоторое меню нас появилась строка рекруты и вот сколько у нас олег круто так рудин говорит кому-то что он его лучший друг или нет я и лучше ты ленивый алмаз это звучит так как будто это мне было сказано вот он не любит трудиться но любит светя не блестящие штуки элемент камня сердце с большим сердцем всегда поможет тебе своими пулями любит блеск для губ и ненавидит драму элемент сердца выше за элементы такие элемент закона простой организм который живет на одну клетку время от времени оууууууу понмен это пешка пешкой она ходит на одну клетку он любит спать и не любит ходить назад это пешка интересно мы сможем увидеть другие шахматные фигуры хотя опять же Треди них Понман выглядит самым простым Рэбик По-настоящему грязный кролик Пыльный кролик Он знает, как играть грязно Но предпочитает играть чисто Любит пыльные места Ненавидит вакуум И это элемент кролика пыль Это кролик пыль У него элемент такой Блоксер Боец, который умеет менять форму Иронично, но блокирование Не самая его выдающаяся черта Я бы не сказал Смотрите, дефенс у него целых пять Он любит кроссовки И ненавидит формальные туфли Кстати, у нас тут есть еще вопросы Мы много чего о них не знаем И как знать, может в каком-нибудь Каком-нибудь масс-эффекте Здесь можно будет расшифровывать Предпочтение, когда ты проводишь с ними время Я не знаю Но эта механика звучит сильно сложно для такой простой игры Итак, Джигсори Он плачет слезами счастья, когда ты его босс Любит вписываться Куда-то в компанию, наверное Ненавидит топор Сьюзи Элемент мыши Пазла Там мыши пазл Рудин Он одержим Показывать рейнджерам Что из всех Он лучше, чем Рудин Любит... Кто-то мог подумать, что он любит отсасывать Но я скажу, что он любит подлизываться И... Не любит... Перезаписывать старые кассеты Элемент камня Клинок А у этого был просто элемент камня, да? Возможно, элемент камня-клинок будет получше Хотя выглядит он не так круто, конечно, как Рудина Рудина, по крайней мере, есть лицо Он более активный Итак, а... Хэт-Хэти Он сильнее, чем обычный Хэти Но при этом имеет мало друзей Оооо Нееет Он не любит быть один Я буду твоим другом, Хэт-Хэти Ооо Он такой одинокий Элемент сердца-лед Любит тишину и покой Ооо Ооо Он просто любит тишину и покой Но все думают, что никто... Он не хочет ни с кем дружить Ооо Нет Я буду с тобой так, Рудин Ооо Добро пожаловать в Никита Таун Еееей Филор Таун звучал бы лучше, но ладно Я не знаю, как переименовать себя в этой игре Я не хочу ломать какие-то файлы игры, чтобы попробовать это сделать Или как-то я... Как-то так я это слышал И правда у него меч больше? Ха-ха Смотри, Рудин У меня меч больше, чем у тебя Ха-ха-ха-ха-ха Ты Жалкое создание с двумя глазами У меня есть шлем или что это на мне? Большая родинка вместо лица Благодаря тебе, командир, мы наконец-то свободны Я провозглашаю этот день национальным днём независимости хэм... Сэндвичей В чём здесь я и сэндвичи? Я что, похож на сэндвич? А? А? Я больше похож на дохлую рыбу, на самом деле И этот парень всегда... Выглядит заинтересованным в жизни больше, чем я Ты серьёзно? Ты даже его лица не видишь Может потому, что он более высокого уровня? А, ты поэтому с ним тусишь, да? Хочешь подняться за счёт него? Не очень хорошее, не очень хорошее сочинание Что с его английским? Я... Это не я, я не могу Он очень сильно картавит Не очень хорошее сом... Окей Мне надо... Мне надо перес... Посмотри у тебя есть спасибо что пересадил нас в этот город перед замком наверное и по правде сказать этот замечательный город он как будто картина как искусство я ненавижу тебя я ненавижу тебя с так сильно я даже не знаю и меня но я тебя ненавижу из-за твоего говора что-то по поводу искусства это как-то чувствуется кроме этих парней возможно они взяли злого правителя или типа того ты пытаешься мне сейчас пересказать историю того что я и так сделал в предыдущей части но более кортавым образом да ладно я поговорю с тобой опять я мазохист лансер любил называть меня вице-отцом а так ты именно ты ухаживал за лансером пока этот злой тупой правитель был я не знаю я не знаю чем он обычно занимался скидывал своих детей с обрыва например а погодите-ка реально лансер первой части упоминал что у него были братья и сестры стоп а где его братья и сестры это было все из-за того что я готовил и стира возможно не стоило бы нанять нового работника для этого дела эти похоже что хоть и нравится это место я ну надеется и он надеет она на она сердце эти это она и она надеется что она тебе нравится тоже мама меба добро пожаловать в самую лучшую пекарню наш особый шеф раскрутит для вас все по настоящему классу ладушки это тот чувак который который готовил нам пирог предыдущей части который такой мамами мансер ты не тот чувак который мама мимо я шеф лансер попробуй мои замечательные печеньки ручной работы они бесплатные ну за определенную цену и какова же цена 0 долларов и сейчас я произношу печенье и жена я не знаю здесь так написано печенье и жена печенье лансера было добавлено в твои плоды лансер печеньки лансера еще больше ну а давай ты уже взял одну печеньку я могу их регенерировать одну за одной а давай еще эй подождите я я ее взял я реально и взял нет она у меня только одна ты мошенник и не лансер а у лансера нет таких крутых усов так 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 добро пожаловать в самую лучшую пекарню я пекарничный кузнец маме я понятия не имею что делать со всеми этими странными инструментами на кухне но используя мои особые умения я могу крещивать предметы между собой чтобы создать новые а почини-ка нас твое оружие твое тело тоже оружие приятель и можешь заботиться о нем время от времени почувствую мою технику я помню это я помню это каким-то образом наше здоровье восстановить акта неужели ты чувствуешь себя лучше после моего массажа ладушки попробуй попробуем скрестить некоторые наши что можем создать дабл-бургер дабл-дарк-бургер но мне это не интересно так мы можем создать из двух эмбер-карт одну силвер-карт мне как раз есть две свободные эмбер-карт давайте почувствуем технику вы получили серебряную карту так секунду я должен с этим разобраться я должен над этим серьезно подумать у кого-то была эмбер-карт давайте нашему хилу дадим я понимаю эмбер-карт да она вас она она больше восстанавливает защиты поэтому пускай на нашего села будет больше защиты тем больше защиты тем дольше он сможет выжить тем дольше он выживает тем дольше он хилит логика так и плюс 5 процентов доллар возможно мне будет падать больше доллара есть еще одна и у все же есть еще одна эмбер-карт то есть если я сейчас возьму и вытащу эй руки прочь смысле не хочется давать мне свою эмбер-карту так секунду а если я рлс более покладистый а что если я тебе дам сильвер-карту и у меня появится две свободных эмбер-карты и тем самым я смогу скрестить их в одну сильвер-карту за это даже не надо платить денег потому что это не выпечка я могу поставить автобег теперь мы осмотрели все меню теперь мы осмотрели весь город практически о это чистое начало сукири и мамма-мибо я хотел побежать свою пекарню но уже работал там подающим и выпечку что за ужасный вкус что зависит вращение произойдет дальше выбрать рекрутов разместить ладно я не знаю это эти жалоба что у нее мало друзей тогда пускай у нее будет больше друзей пускай она разговаривает с эти который всегда всех поддерживает ядра эти теперь не выглядит такой одинокой ох и отхать и они действительно взаимодействуют эти разговаривает эти а кота попивает свое латте лимонад пожалуйста я не офицер я думаю нам надо сходить замок или немножко страшно передвигаться по новому месту но как мечу здесь совсем нет ничего сферического кроме самой сферы конечно серьезно я не всегда догоняюсь за вот этими вот размышлениями разговорами сторонних нпс потому что обычно они ни о чем или намекают на что-то но я не умный парень принц рэлсэй я буду держать вашу остроконечную шапку до тех пор пока это надо понадобится а ты просто хотел нам показать свой огромный дом не так ли нет то что я хотел показать находится наверху я думал ты хотел нам показать свой огромный ведьминский котел что он здесь делает а я чуть не забыл это то место где я готовлю то есть ты прямо в парадный готовишь прямо вот перед входом и и готовишь все в огромном котле для ведьм конечно это очень удобная штука идите сюда крис сюзи меня для вас есть пирог немножко немножко жирноват когда он замерз как он же в котле был почему он замерз такой-то особый мир такой-то особый котел который холодильник что-то я не понимаю но но вообще-то он был для всех каждый из нас мог его поймать верно ладно а теперь давай шоколад почему бы нам не подняться наверх для начала и так наверх тут есть лифт но его дверь закрыта второй этаж жилые комнаты я забыл что я даже я я теперь все время бегаю не надо нажимать кнопку нижний этаж жилые помещения для плохих парней это похоже что для меня место и это же бывшие правители вы так до сих пор их не освободили рэлсэй 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 и диктатор рэлсэй яроста защищает тюрьму мы до сих пор остаемся за решеткой по кое-какой причине и но с нами все хорошо мы учимся любви в этом адском месте поэтому мы оделись как животные а где мы одевались как животные теперь они больше не одеваются про мы решили одеваться как короли это культурный обмен ну они действительно теперь живут в королевских условиях так что так что это нормально и наверное о рэлсэй и реально садист ты держишь его в огромной клетке для хомячка на самом деле он похож на светлые пришли чтобы поиздеваться надо мной черт возьми да нет 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 я не такой парень мистер король светлые вернулись в целости и сохранности и если вы когда-нибудь передумаете то что жить в королевстве управляемым тобой быть миленьким маленьким животным у светлых пока я остаюсь в этой тюрьме это меньше унижения для меня а теперь прошу меня простить моё гигантское колесо для хомячка и остывает но ты не идешь к нему нам нечего обсуждать ты же сказал что нам нечего слову говоря мой сын он счастлив тебе то какое дело и пытался выкинуть его с обрыва ваше предубеждение делали блеф мой таким эффективным кроме того даже если бы я выкинул его он бы просто отскочил мой сын упругая маленькая тыковка о как мило мы закончили говорить с тобой другая маленькая тыковка можно еще сказать жизнерадостная маленькая тыковка это правда мило но нет нет он реально выкинул его с обрыва он пытался выкинуть его с обрыва еще неизвестно что случилось его сестрами и дочерьми и тому подобное поэтому я не знаю что тут ожидать я не знаю что об этом думать и на сегодня это все спасибо большое что смотрели данный ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки плацайте на колокольчик и я буду ждать вас в следующем видео всем удачи и пока 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 пока